Да, нельзя раздеваться, купаться в купальниках. Желательно, чтобы они жили отдельно. Я даже свекловь не могу сказать, у меня язык не повернется. Вот этот треугольник, жена муж и мама мужа, это будет всегда. Чем больше детей, тем больше благодати. Ваше мнение о многоженстве. В конце говорится, что лучше одна. И не надо думать мужчинам современным, что они там а-ля пророки. Друзья мои, добрый день. Сегодня у нас с вами долгожданное оффлайн-интервью с мусульманским коучем, супругой Шамиля Рифатовича Аляудинова, мамой шестерых детей Зилей Аляудиновой. Зиля, добрый день. Я поздравляю вас с праздником. Сегодня наш женский день и благодарю вас за то, что вы уделили нам время. Зиля, многие думают, что в исламе у женщин очень много запретов. Как на самом деле? На самом деле и мужчина, и женщина равны пред Богом. Об этом говорится и в Куране, и подчеркивается именно любовь к Творцу и трепет. Но если брать общество, если брать положение женщины вообще в обществе, тут уже все зависит от страны, все зависит от региона. Да, действительно, есть регионы, где манипулируя религиозными какими-то догматами, надуманными в большей степени, ущемляются права женщин. Такое и есть. Но женщины должны все-таки чувствовать свое место в жизни, должны понимать, что они должны полноценно, раскрывая свою жизнь, передавать любовь к жизни и детям. Если только идут партнерские отношения между мужем и женой, тогда только вырастают счастливые, здоровые дети и уже дальнейшее поколение. То есть в исламе муж и жена равноценные партнеры? Они равноценные партнеры, и они духовно равные личности, и они свободные личности. Откуда этот миф или стереотип о том, что в исламе мужчина, он выше, а женщина, даже много женщин, да, вокруг него, они где-то там внизу? Ну, смотрите, во-первых, в Коране есть аят о том, что мужчина кау-а-мун. Но это я говорю по мере своих знаний, что как произношу, может быть, акцент, может быть, не совсем корректно, потому что богословие – это деятельность моего супруга. И находясь рядом, я много слышу, чему очень рада. И говорится, что мужчины кау-а-мун, они более сильные. Если даже бывают в природе, интересно, вот взять, допустим, когда выщипывают петуха, видишь его мускульную массу. Он по своей природе отличается от курицы на сетке, которая высиживает яйца. Такова природа творца, который он создал, мужчину и женщину. Поэтому кау-а-мун означает, что мужчины более физически развиты. Даже мальчикам нужна нагрузка и в плане физической, и в плане эмоциональной, чтобы они могли преодолевать. Тогда как женщине, девочке, нужно больше покоя, спокойствия, чтобы она могла, наполнившись, передать здоровое восприятие жизни детям. Поэтому мужчина – это добытчик, это мускульная масса, это защитник, это опекун. Женщина, она под крылышком, она за спиной у мужчины. Конечно же, когда нужно, она может и вперед выйти, и назад уйти. Это как в танце. В семейной жизни это некий танец. Поэтому говорить, что вот мужчина и все, ну не получается так. В Куране нет того, что вот мужчина такой деспот, и который главенствует над всем и вся. Мужчина нуждается в жене, муж нуждается в жене, а жена нуждается в мужа. Зиля, если говорить попунктно, что ислам запрещает женщине? Потому что у нас, к сожалению, очень много разночтений, да, скажем. Я просто наблюдаю за женщинами. Некоторые мусульманские женщины, они очень ограничены, да, то есть они практически живут в каком-то маленьком мире, где ну просто очень много запретов. Запретов на самом деле немного, их мало. Основное, что не есть запретного, например, свинину, не прелюбодействовать, относиться бережно к имуществу, которое оставляет тебе муж, например, при отъезде куда-то. И в этом плане таких вот строгих, страшных запретов нет. И мир очень светлый, открытый, яркий. Если человек сам в страхе, пред чем, неизвестно на самом деле, загоняет в какие-то рамки. То есть на самом деле Всевышний дает все возможности женщине, чтобы она училась, чтобы она развивалась, чтобы она в границах и рамках дозволенного вкушала сладость жизни. То есть, да, нельзя раздеваться, купаться в купальниках, да, это потому что не нужно и самой природе женщине. Да, там нельзя какой-то разгульный, развратный образ жизни, вести пить спиртное, курить сигареты. Это все, конечно же, исключается само собой, разумеется. А так вот, чтобы там некоторые мужчины запрещают выходить из дома. Нет такого. Запрещают общаться с кем не хочется, чтобы жена общалась. Такого тоже нет, если общение дает благо для семьи, для женщины. Вот, поэтому многие запреты, это, наверное, влияние какого-то общества, окружения и каких-то страхов надуманных. Зиля, в одном из выступлений вы сказали, что женщина в начале семейной жизни не должна пасовать. То есть она должна быть поддержкой для мужа, да, партнером. Вообще, как правильно выстраивать взаимоотношения в начале брака, потому что девушка, не имея опыта, и она же может сразу, скажем, себя очень много, ну, как-то ограничить, да, в правах. В начале семейной жизни девушка попадает в новую атмосферу. Уже устоявшиеся правила, свои семейные законы, и тут новый человек вливается в совместную жизнь. Что значит не пасовать, о чем я говорила? Это о том, что нужно быстрее адаптироваться. То есть не надо теряться, не надо думать, что ой, как страшно, я не смогу, у меня не получится. Все сможете. Главное двигаться шаг за шагом. И что? На начальном этапе я беру оптимальный вариант, что адекватный муж и адекватная жена, они стараются лучше узнать друг друга, лучше узнать родственников и какой-то диалог, взаимопонимание постепенно день изо дня выстраивать. Кому что нравится, кто как хочет. Это все в процессе. Конечно же, первый период, это от года до трех лет, это адаптационный, самый непростой период, когда кто-то худеет, кто-то полнеет, у кого-то стресс, у кого-то там еще что-то, потому что это новая жизнь под одной крышей. Затем уже в 5-6 лет эта ситуация как-то вот успокаивается, люди лучше понимают друг друга, рождаются дети, идет уже адаптация к ним. Это самая здоровая, динамичная жизнь. Бывают случаи, когда в мире и вообще в регионах некоторых России, бывают такие случаи, что родители решают такую роль и выдают своих дочерей без их ведома даже замуж. И получается, что вот этот ребенок, который только-только достиг совершеннолетия, оказывается рядом с неизвестным ей человеком, и ей нужно как-то пытаться строить жизнь. Вот тогда бывают сломанные судьбы, тогда бывают всякие такие тяжелые ситуации, когда нужна и психологическая помощь, и консультация. В таких случаях вот ко мне тоже были случаи, что обращались. Что хочу сказать? Родители все-таки должны быть гуманными и, опять-таки, адекватными. Они должны дать осознанный выбор, возможность осознанного выбора своим детям. Пусть они найдут подходящего им человека, пусть они найдут того, кто будет близок ей по интересам, где, ну интересно даже, где будущий супруг проводит свой досуг, какой круг у него знакомых, чем он занимается, что общего будет между женой и мужем. Что вы посоветуете молодым девушкам, которые только вступили в семейную жизнь, как долго нужно терпеть для того, чтобы, скажем, пройти вот этот сложный период? Важно, ну, как мы сказали, не пасовать. Это означает, что скорее адаптироваться и понять привычки, характер людей. То есть открываются новые горизонты для развития. Это не значит, что нужно терпеть. Нет, само слово, оно даже некий такой негативный оттенок имеет. Терпеть это неуместно нужно жить и понимать, что всегда хочется какой-то стабильности душе. Но стабильности в жизни нет. Мы здесь в гостях. И только вы привыкнете друг к другу – родится ребенок. Только вы привыкнете к ребенку – родится второй. А только вы привыкнете к их детству – то, что они там начали ходить, улыбаться, разговаривать. Хоп, начинается подростковый период уже с девяти лет, когда ребенок начинает свои какие-то правила диктовать и хотеть показать, что он есть в этом мире. Конечно же, во всем этом процессе важна роль и родителей, и самих детей, и родственников. Поэтому, если родственники желают добра молодым, желательно, чтобы они жили отдельно. Желательно, чтобы у них был свой мир и пересечения с родственниками. То есть пусть это будет, например, семья мужа или семья жены. Это пусть больше будет наполнением и ресурсом для молодых, чтобы они могли найти оптимальный и такой хороший ритм жизни. Зиля, в одном из интервью вы сказали, что ваша свекровь – ваш учитель, порой строгий учитель. Вот как вы выстраивали отношения с мамой Шамиля Рифатовича? Потому что это же самые главные взаимоотношения после взаимоотношений с мужем. От них зависит, в принципе, сохранится ли брак. Мама мужа – это подарок Всевышнего. Получается, когда две души, муж и жена, соединяются, обязательно есть в сердце мужа еще любовь к его маме. Это ценное, это святое пред Богом. Поэтому, когда есть вот эта любовь к маме, и она поддерживается, она питается сыном и мамой, это, значит, мужчина, муж будет успешным, значит, у него будет и здоровая психика, и здоровые дела, и все будет хорошо. То есть он получает энергию и от мамы, и от жены, да? Да, да, это важно. Поэтому, что со стороны жены должно быть? Понимание вот этой ситуации и принятие мамы, мужа. Я даже свекровь не могу сказать, у меня язык не повернется, это, ну, как-то мне тяжело это выговорить. То есть мама, она мама пред Богом. Поэтому вот эти отношения, они святы, и они должны вызывать уважение у невестки. И это такой духовный уровень уважения к старшему поколению, который в Куране, в нескольких местах 4-5 аятов, говорится об отношениях к родителям. Поэтому это охраняемо Богом. Но когда мы приходим к практике и к жизни вообще, с высоких уровней спускаемся на нашу такую мирскую жизнь, мы видим, что у каждого человека свой характер. У всех бывает разное настроение, какое там полнолуние может влиять, может влиять состояние здоровья. Даже, ну, у женщин тоже период, окончание какого-то вот женского, там, гормонального фона тоже бывает. Бывают какие-то там переезды жизненные обстоятельства, много чего бывает. Поэтому все это сказывается на отношениях. Ну, что важно? Важно, чтобы, получается, муж, да, сын мамы был дипломатом. Чтобы он понимал, что ему важны и жена, и мама. И он все-таки направляет эти две энергии в нужное русло. Очень хорошо и желательно, ну, прям очень желательно, если и мама, и жена живут в разных домах, квартирах, но рядом. Идет некое общение, да, дети видят и бабушку, и видят контакт со старшим. То есть у каждого должно быть свое пространство? Своё пространство обязательно. Это два разных мира, которые пересекаются, которые полны уважения и любви друг к другу. Но если приходится встречаться на кухне, если приходится делить какую-то общую территорию, ну, неосознанно бывают как раз конфликты, никуда от них не денешься. Они как бывают, так и стихают. Во всяком случае, основная цель, что вот этот треугольник, жена муж и мама мужа, это будет всегда. И пред Богом нужно находить оптимальный вариант взаимодействия и понимать, что до конца жизни вот этого треугольника, ну, должна быть любовь и гармония. А если жена мужа, да, если вот невеста старается, делает всё возможное, ну, вот вынуждена жить в одном помещении, в одной квартире, в одном доме, на одной кухне две хозяйки, а, скажем, свекровь не принимает, ну, вот как часто бывает, да, что свекровь всё равно как-то ревностно относится. Что делать? Характер у каждого бывает свой, и невестки бывают такие не пушистые, не мягкие, и мамы мужа тоже бывает не совсем принимающие, всё прощающие, всякие ситуации, и на консультациях у меня тоже бывают такие вот ситуации, которые нужно решать. В книге «Разноцветные семейные будни» эту тему я расписала, дала конкретные рекомендации, но тут хочу сказать, что если, например, на кухне, да, невестка приготовила что-то, не понравилось маме, это нужно промолчать, проглотить, улыбнуться и принять как есть. То есть это классная закалка и тренировка для человека, это путь развития. Почему говорим, что мама мужа – это учитель? Потому что даёт умение разрешать конфликты, есть конфликтология целая наука. Умение понимать человека без речи – это мимика, жесты, это психология. То есть вот любой человек, который оказывается так близко, а мама мужа – это близко, это рядом, это никуда не убежишь. Никогда. Никогда не убежишь. Это подарок Творца. То есть это подарок Творца, который помогает человеку развиваться. Это развитие души, тела, умение показать мягко, по-доброму, адекватно свои границы, сказать, что я могу только так. Вот такая я, не умёха. Диля, а вот какой вы будете свекровью, как вы думаете? Если вот придёт не пушистая. Ну, Шамиль Хаза тоже говорит, вот говорит, сама станешь свекровью, тогда посмотрим. Самое главное, что, я думаю, важно и для наших детей, и для наших внуков – это передать уважение к старшему поколению и понимать, что мы все в одной тележке, все в одной упряжке. Если мы будем находить хорошие стороны, делать акцент на хорошее, а это требует разумного подхода, силы воли, молитвы, обращённости к Творцу и вообще зачем вера, если не совершенствовать свои какие-то веяния души. В таком случае мы передаём вот эту ценность детям. То есть дети видят, что и мама старается найти общий язык, и бабушка старается найти общий язык, а папа вообще дипломат, старается всё урегулировать. Вот эта практика передаётся детям. Поэтому моя задача, когда я стану, иншалла, свекровью, когда родятся внуки, выстроить такие отношения, чтобы и я, и дети чувствовали себя комфортно. Да, у нас у всех разный характер, да, мы можем даже когти когда-то выставлять. Мы люди. Но всё-таки в долгосрочной вот этой перспективе всегда идёт доброта, принятие, взаимодействие и диалог. Когда мы выходили с вами в прямой эфир на карантине в прошлом году весной, всем очень понравился ваш лайфхак про семейную тетрадь. Вот и я думаю, что он особенно понравился, наверное, многодетным мамам, потому что от вас веет спокойствием. И мне кажется, что это вот благодаря этой методологии. Можете подробно рассказать, что это за методика и как она работает? В семье очень важны правила. Если ребёнок усваивает правило такое, что до горячего, до обеда, до ужина не есть сладкое, то он постепенно к этому привыкает и старается не переходить вот эти нормы. Бывают, конечно, исключения, мы не роботы, но это стандарт, который постепенно с годами уже не требует больших затрат энергии. Раньше вот эти правила семейные, а семейные правила, они должны быть, потому что облегчают жизнь любой семьи. У всех они свои. Интересно, когда этот момент, я в книге «Разноцветные семейные будни» тоже отметила, к нам пришла одна девочка. Мы как раз обсуждали семейные правила, девочка-соседка. Я у неё спрашиваю, ну какие у тебя в семье правила? Она говорит, не разбрасывать вещи. Я говорю, ну как бы у нас не так строго к этому. Хорошо, а ещё что? Не заходить домой, а это было летом на даче, с грязными ногами. Ну, я думаю, у нас тоже это не так строго. То есть вот у каждой семьи свои нюансы. Поэтому вот эти правила наши, они записаны в тетради постепенно. Раньше я писала и развешивала на стенах. Даже это сохранила, чтобы детям было интересно потом увидеть, как они росли. Вот. Бывали моменты, что там приходили, ручкой зачеркивали, когда они протестовали. Ну, что делать? Так они выявляют себя, свои эмоции, свои отношения. Потом брали тетрадь такого обычного формата, небольшого. И записывали туда, опять-таки, какие-то договора, какие-то соглашения. Например, использование телефона, сколько часов в день. Или какое-то обещание купить какую-то там игрушку. Тоже фиксируем там, чтобы родитель не забыл и чтобы ребёнок себя комфортно чувствовал. Всё. Ему обещали. Это вот дата, его подпись обязательно. Уже начиная с пяти лет, как только ребёнок начинает уже уметь писать, обращаться вот с буквами, он уже выводит там своим шрифтом, что он хочет. Вот. И пытается выразить себя. Сейчас уже используем тетрадь формата А4, где прописываются вот эти, ну, правила, договорённости. Сейчас, что в последний раз, вот на прошлой неделе мы написали, дети хотят купить игрушку. Какой-то там пистолет с мягкими пулями, чтобы они бегали по квартире и стреляли. Я говорю, хорошо, давайте накопим денег. Они договорят, ну, как же нам заработать, 8 лет ребёнку и другому 11. Ну, варианты какие? Делать массаж, например. Всё, они могут 5 минут массаж делать, вот тебе там сколько, 50 рублей или 30 рублей. Всё, записали. Или, например, посмотреть за младшим, 30 минут. И ребёнку хорошо младшему, и дети увлечены, играют в школу, учат писать, считать. То есть это прям так интересно наблюдать за всем этим. Ещё получаешь вознагнаждение денежное. Но всё нужно зафиксировать, к примеру. Или же, например, была какая-то покупка в том году, ну, что-то мы взяли. И чтобы не забыть это, потому что всё очень быстро забывается, чик-чик, степлером приклеили чеки в эту тетрадь, и наглядно видно всё. Дети уже поняли, что вот этот период, они подарок получили, надо ждать следующего. Можно на пенсии им показать потом, сколько потрачено на их детство. Да, это вот на самом деле, когда перелистываешь эту тетрадь или находишь ту тетрадь старшего сына, которая заполнялась, ну, ты переживаешь это время, ты чувствуешь, как тебе было тогда непросто, как ты брала вдох и выдох и двигала этот процесс. В одном из интервьюшем Эльфатович сказал мне, что он не думал, что у него будет шестеро детей, потому что ему казалось, вот по его словам, что это, наверное, требует огромных расходов, да. Но вот сегодня у вас шестеро детей. Мне вот интересно, как вы к этому шли, то есть у вас был, был ли у вас такой план быть многодетной мамой, да, и как приходило, скажем, вот есть же в исламе, да, понятие, что с каждым ребенком приходит и, скажем, какой-то капитал, благодать, да. Рождение детей, вот такой чудесный процесс, удивительный, это приход души в этот мир. И что важно, вот в книге «На пути к счастливому материнству», я это все подробно, вот свои ощущения описываю. И рождение первого ребенка, конечно же, это некий такой, ну, страх, это неожиданность, это ты не знаешь, это такой человечек пришел, нужно его там пеленать, кормить, режим дня, то есть это все в новинку, все необычно. Хорошо, потом рождается второй ребенок, уже как-то полегче, понимая, что будет, с третьим ребенком, понимая, что это вообще классно. Ты понимаешь, что твои руки работают, голова уже думает о чем-то другом, у тебя уже такой кайф, так тебе приятно все. С четвертым ребенком ты уже понимаешь, что чем больше детей, тем больше благодати в доме. И когда сейчас я анализирую, с каждым ребенком такой определенный высокий уровень появлялся и дохода. С рождением первого ребенка, допустим, у нас Шамин Хазят сделал так, чтобы появилась квартира, потом с рождением второго ребенка, вот завод Сафа, он там соучредителем сейчас является, столько лет уже, потом с рождением третьего ребенка еще что-то, с четвертым мы расширились, то есть с пятым ребенком пошли уже семинары, с шестым ребенком пошли уже вебинары, поэтому, то есть каждый ребенок... С седьмым ребенком, мне кажется, пойдет кино. Седьмой ребенок, это уже будем ждать внуков. А, уже все. Конечно, но все не все, все не все, это, конечно, мы люди, но, но хотелось бы уже увидеть плоды, плоды того, как вот рождается, уже ты, не ты же будешь смотреть за ребенком, ты будешь уже любоваться, сюсюкаться, это уже так необычно. Зиля, очень интересно узнать ваше мнение о многоженстве. В Куране, в Суре Ниса, есть аят на эту тему, там есть начало, есть конец, в конце говорится, что лучше одна. И важно понимать, что Куран, Священное Писание, оно очень такое на века мудрое источник энергии и сил для человека, инструкция по жизни. Шамиль Хазят занимается богословскими работами, у него есть тавсир, и он каждую пятницу проводит очень такой глубокий, подробный, детальный анализ с работой с источниками, с хадисами, самим Кураном, изучая мнение богословов. Вот это богословский труд. И важно понимать, что ислам не нужно воспринимать как нечто, ну, такое примитивное. И сейчас в современном мире, видимо, это кому-то нужно, выставляется так, популяризируется. Ну, вот несколько лет назад было, что ислам равно терроризм, сейчас так, что ислам равно многоженство. И это как-то шокирует людей далеких от веры, людей, которые не понимают, что ислам это совершенная система духовных и мирских ценностей, которые облегчают жизнь человека. Но ислам почему-то считают, что нечто такое примитивное, которое там в кафе мужчины. Мне на консультациях так и говорят женщины. Наши мужья помешаны на этой теме. Они собираются где-то в кафе, где-то там и начинают обсуждать эту тему. Но понимаете, что ислам как религия, она облегчает жизнь человека. И должна быть и духовность, и образованность, и культура. Вот это комплексный подход. Поэтому вот выставлять вот это, как все это ислам, некорректно. Вот. И нужно понимать, что как образец семейной жизни, это жизнь пророка Мухаммада, саля ла ху фи салям, который делится на два этапа. Этап семейной жизни, где у него рождались к детям, где он был искренне и глубоко влюблен и ценил свою супругу. До последних дней был рядом с ней, Атиджа. И эту любовь он пронес до конца своей жизни, в своем сердце. Второй этап – это уже проповеднический период. И не надо думать мужчинам современным, что они там а-ля пророки. Каждый должен знать свое место и понимать, что когда мужчина распыляется и начинает разделяться на несколько семей, а я знаю это по консультациям своим, когда вот реально приходят и мужчины, и женщины, которые попали в эту ситуацию. Да, так обстоятельства сложились. Вероятно, у них какие-то были особенности психофизиологические, может быть какие-то смятения души. Всякое в жизни может быть и никто из нас не застрахован. Пусть Всевышний убережет от ошибочных шагов, но вот эти люди приходят и этот мужчина говорит, да, я ошибся, вот я полысел, зубов нет, глаз дергается. Вот так вот. Ну теперь уже что поделаешь? Поэтому семья, которая хочет, чтобы жила благополучно и счастливо, должна понимать, что надо концентрироваться в этой жизни. Жизнь слишком коротка. И если ислам будет представляться как некий караван там кого-то, да, или там, что это некое такое, ну, где нужно ухаживать из-за одной семьи, из-за другой, какой-то там равноправие и так далее, мужчина растрачивает свою энергию на это и все. У него не будет профессиональных достижений, у него не будет, ну, конечно, кроме афиширования того, что он такой мачо. Конечно, может быть. Но творческих работ не будет. Какие-то там, как Илон Маск или там кто-то еще, вот достижений в жизни, в науке, в воспитании детей не будет, потому что он будет разрываться. Давайте лучше конкретно. Вот вы взяли обязательства? Сумейте пронести это по жизни. Это непросто. Это очень тяжелый труд, который, конечно же, некоторых вынуждает искать что-то послаще, полегче где-то на стороне. Поэтому вот такая позиция. Ислам – это совершенная система, которая учитывает ситуации вообще всей цивилизации, начиная с 7 века до конца света. Что будет впереди, мы не знаем. Но мы знаем, что есть определенные рекомендации, есть разрешенность. Но это не обязательство, и это не тенденция. И не надо это популяризировать. Надо понимать, что конкретно давай работать, давай растить детей здоровых, и, пожалуйста, производить трудом, потом такие реальные, полезные для мира продукты. В мусульманской семье обеспечивать жену, детей должен мужчина. Но мы сейчас живем немного в другое время, когда, не хочу говорить, что век эмансипации, но, тем не менее, сегодня женщина очень многое может. Я знаю женщин, которые могут сами содержать и 10 мужчин. Скажем, что делать, если ты вышла замуж, но твой муж зарабатывает меньше? Вообще вот интересно, что деньги – это такая интересная субстанция, попадая в разные аспекты жизни, она проявляет людей. Например, вот супружеская пара и отношение к деньгам мужа одно, отношение жены к деньгам другое. Хорошо, если есть много общего, если, допустим, экономично относится муж, такая же жена, они находят точки взаимодействия и договариваются. Но если видение этой субстанции, да, вот этих денег, у мужа одно, у жены другое, тогда вот появляются какие-то конфликты. Вы задаете вопрос о том, что делать, если много больше зарабатывает жена. Да, теоретически, по канонам ислама, то, что заработала жена – это ее. Вот, это так правильно. Поэтому у мужа свой заработок, у жены свой, она уже как хочет, так и распоряжается деньгами. Это по правилам. Но в жизни, на практике, не всегда это удается достичь этого. Это все поэтапно. Вообще вот семейная жизнь, она строится шаг за шагом, год за годом. И на начальном этапе вполне вероятно, что муж захочет завладеть всем бюджетом жены. Это нормально, потому что он так хочет. Но что тут важно? Важен диалог. А согласна ли жена с этим? И тут начинается вот нахождение женского пути влияния на мужа. То есть найти компромисс. Как она хочет? Какой период хочет? Хорошо, я соглашусь. Говорят, допустим, на начальном этапе. Как обычно бывает. Я говорю вам практику сейчас. Чистой воды. Теорию мы знаем. По практике как. Хорошо, муж соглашается, но мы понимаем, что по природе мужчина обязан и ему для его физиологической и психологической успешности важно достигать самому. Поэтому, если даже он их возьмет, морального удовлетворения он не должен получать. Это некое временное явление. Дальше. Какой-то период проходит. Жена может сказать, слушай, ну давай сам уж. И женщина – это таинство. Поэтому никто не тянет жену за язык, и ей не нужно говорить вообще цифры. Это ее тайна, это ее мир. Ну, мы же, например, там, имеем свое какое-то пространство, да, макияж наносим, там, какие-то маски. Это все как-то за дверьми остается. Муж не видит этого. То же самое, вот эта финансовая деятельность может быть некой такой загадкой женщины. А если муж знает, сколько она зарабатывает? Ну, это может быть какой-то период, да. И если он знает, все путем договоренности решается. Если он так хочет быть, но руководителем, потому что это определенное дает удовлетворение, что он все-таки доминирующий, можно 20% ему дать. Почему бы и нет остальное себе оставить? Или договориться там 50 на 50. То есть он, как мужчина, дает возможность работать жене, да, он готов в ее отсутствии как-то сам справляться. Ну, потому что, понимаем, хозяйственные дела есть, да, все-таки женщина находит возможность и время заработать. Поэтому тут нужно договариваться. Договариваться, но если женщина смогла заработать, она сможет деньги и сохранить. Если она смогла заработать, она сможет стимулировать мужа к деятельности. И это не делается за месяц, два, три. Это делается постепенно, годами, год за годом приходит конкретной какой-то цели. Ну, допустим, вот эти вебинары, шамиль-хазяты, трехдневные, да, или финансовые забеги, они как раз способствуют тому, чтобы семья увидела свои перспективы и что она хочет, к чему ей идти. Поэтому это интересная тема, важная тема, но ничего такого в ней тяжелого нет. Зиля, от вас веет мудростью, спокойствием. Я думаю, что вы сейчас многих вдохновили, кто сейчас смотрит наше сегодняшнее интервью. Я благодарю вас. И понравилась ваша фраза, что если женщина зарабатывает, она сможет и вдохновить своего мужчину, быть для него такой музой. Да, действительно, это так. Женщина в исламе чувствует себя комфортно. Главное – сочетать духовность, образованность и взаимное семейное развитие. И напоследок хочу пожелать всем слушателям данного эфира, что важно помнить 17-й аят, 17-й ссора, 70-й аят, 17-й ссора, 70-й аят, где говорится, что Всевышний возвысил человека, возвысил тем, что сотворил его и дал ему жизнь. Поэтому женщина, девочка на начальном этапе, девушка, затем женщина, мама, которая становится уже потом бабушкой и уходит из этого мира, за этот промежуток, короткий жизненный цикл, ей важно реализоваться, оставить после себя воспитание, свои плоды в детях. И важно помнить, что не надо культивировать в себе страх, боязнь, надо быть смелой, надо быть решительной, надо понимать, что Всевышний с вами, и вы, если будете искать путь, обязательно найдете. Вы найдете путь, где вам будет легко, свободно и комфортно в вашей душе жить. Поэтому обязательно придерживайтесь двух направлений – духовности, образования и умения найти общий язык с близкими.